я вышел в эфир потому что сегодня на бастионе после публикации одного из прошлых видео стримов стрим назывался рабы ссср появилась прямо невероятно большое количество социально омороченных людей которые решили высказать свои страхи в осудительной форме решили поспорить решили доказать свою правоту но почему-то не на своей странице и почему-то это решили сделать на нашей странице в том доме в интернет доме в котором собственно я живу то что было сказано это то как в данном случае мой род видит эту ситуацию каждый может согласиться может не согласиться но залезать в не своем доме на белый рояль снимать штаны гадить на белый рояль и говорить о том что вы все здесь дураки идиоты и мудаки а я вот здесь такой гусар пришел вас все так сказать разоблачил ну и разумеется все очень просто у рабов по простому все внутри строится они на своей собственной модели живут у них есть определенные импринты которые они могут использовать а остальные модели им не знакомы у раба всегда так у него материальная является основой его существования поэтому рабу не вдомек что существует еще какие-то модели где материальное является следствием то есть разумный человек не отвергает материальные аспекты этого мира потому что тело наше физическое устройство безусловно мы используем какие-то вещи в этом мире материальные материальные вещи требует использования той социальной системы в которой мы находимся в том числе и различных магазинах где продают какие-то вещи там труселя те же самые шлепки тапки и так далее безусловно есть две основных два основных направления это материалист и идеалист тот кто материалист во главу угла ставит ум живет умом и пожинает плоды своего деятельности своего ума плоды биологическая система он считает что без труда не было лишь рыбку из пруда что чем больше ты приложишь мозговых усилий тем больше ты как бы получишь материального и тем больше ты будешь счастлив у разумного человека это у умных людей так а у разумных людей несколько иначе разумные люди действуют по своей стезе да не просто найти свою стезу не просто найти зачем ты пришел в этот мир но если индивидуум находит зачем он пришел в этот мир и делает действие это уже называется великое делание когда индивидуум действует и понимать что выполняет волю дворца всяким делом всяким словом получает от этого удовольствие это уже не работа это уже жизнь в которой те действия которые другие действующие от ума могут считать работой им не вдомек то что тот кто действует по стезе исполняет волю творца и живет не только ради своего кармана жопы письки головы там и так далее не только ради гедонистических удовольствий своих личных а скорее ставит их в конец списка если они вообще присутствуют но безусловно в каком-то объеме они присутствуют за исключением тех кто ухлит в леса с голой жопой ну дабы опять таки себя проверить но такие люди вы же понимаете у них есть определенные психологические проблемы это те которые подаются в монахи 18 себя испытать пройти определенный путь потому что считают себя недостаточно хорошими и хорошесть она же приобретается по-разному в том числе и через аскезу у некоторых хорошесть приобретается ну в кавычках хорошесть хорошести там никакой не приобретается через аскезу на самом деле приобретается больная жопа и несчастная смерть вот это приобретается посему две основных модели либо вы живете ради себя и думаете тогда что все остальные думают и живут точно так же как и либо вы живете не ради себя а исполняете волю творца и при этом наслаждаетесь и наблюдаете результат своей деятельности и все воспринимаете как дар вселенной как следствие исполнения воли вселенной деятельности вселенной как по шопенгауэра волей представления кстати очень хорошо шопенгауэр изложил эту идею не совсем я там согласен с тем что он писал но тем не менее поэтому друзья мои а вот задали мне вопрос владимир говорит а что говорит вы поудаляли там диалоги такие длинные были я сначала писал что-то отвечал пытался объяснить я понял что на бастионе гораздо большее количество материал ориентированных людей сейчас появилось страшащихся беспокоящихся саморефлексирующих не думал что это так но тем не менее вот эта публикация рабы из ссср где все четко ясно и понятно как любой строй в том числе и советский строй порабощает индивидуум и там там говно замесилось знаете как в парашу бросили килограмм дрожжей в теплую погоду вот оно и понеслось никакие разговоры это все равно что об стенку горох бросать беспокоят сплошные какие-то обвинения да вы да я да ты да туда-сюда и так далее поэтому добро жаловать отсюда в лепрозоре ни разу не злюсь на этих людей понимаю что абсолютно бессмысленно их переубеждать в чем-либо то есть им необходимо пройти свой путь на котором есть те ошибки и те открытия которые как следствие этих ошибок но не только ошибки правильные решения имеются тоже безусловно то есть каждому нужно пройти свой путь но если индивидуум хочет осуждать он может на своем собственном канале например открыть тему гримуар владимир там канал гримуар владимир обсуждаем и обсираем пожалуйста открывайте и занимайтесь там этим сколько хотите но не воруйте время людей своими опусами вот этими своими страхами здесь нет никого кому надо тратить свое время объясняя вам как избавиться вам от ваших страхов если вы пытаетесь от них избавиться посредством утверждения в осуждении других то есть поднять свое реноме поднять собственную самооценку за счет за счет попыток уничижать всех остальных в этом мире да это же перверсивная практика она никогда ни к чему хорошему не приводит поэтому вы можете философствовать и полемизировать сколько угодно на своих каналах пожалуйста вы даже можете пригласить зайти и культурно пригласить искать друзья вот здесь писать не буду владимиром канале я вас приглашаю к себе на канал обсудить как владимир плохой человек там мы обсираем владимира присоединяйтесь я с большой радостью оставлю это сообщение потому что все те кто присоединятся и туда надо однозначно совершенно и вот там вы можете уже заниматься вот этим вот этим делом если она приносит вам радость каждый тратит самое ценное что у него есть ровно так как ему на судьбе нарисовано кому-то есть время поразмышлять о своем внутреннем мире о том кто я где и зачем пришел в этот мир ну а кому-то размышлять не приходится приходится только страдать от собственной заниженной оценки от недооценки себя от нелюбви к себе и тогда приходится заниматься судилищем кого-нибудь другого дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание и вот вот это видео я записываю специально для того чтобы в будущем его опубликовать и давать ссылку тем кто первый раз пришел и может быть в автоматическом режиме как научила социальная система чем чернее ночь тем ярче звезды возвышаясь умничижая поиграем в царя горы обосри другого уже хороший ну чем чернее ночь тем ярче звезды самое подходящее друзья если у вас где-то там лучик сознания в сознании лучик разума имеет место быть вы перестанете осуждать другу и займетесь наконец сам если лучик разума там нет есть только мыслительный процесс ума значит таково время но пожалуйста вот эта дефекация она не в нашем помещении пожалуйста писите и какайте и купите на своем персональном ресурсе или идите куда-нибудь в другое место кто будет рад вот это может быть и вместе на этот самый на дабл унитаз сядете и будете петь дуэтом никто же не против все только за объединяться нужно например такие собрались друзья которые рано или поздно конечно же перекуются разумно индивидуально возможно это займет не один и он и несколько тысяч воплощений а может быть и быстро перекуются кто его знает никто же не знает как повышать вибрации друзья очень часто задают вопрос владимир как повышать вибрации друзья нету возможности повышения вибрации всего 7 основных частотных параторов соответствует чакрам присутствует в каждом индивидууме в каждом человеке потому что что такое чакра чакра очень похоже на роутер который соединяет нас с тем миром который мы не видим функционирование производится на определенных частотах они соответствуют частотам световым каждый охотник желает знать где сидит фаза думаю что вы сможете найти на нашем ресурсе и точные частоты а также и гармонические составляющие этих частот выраженные внутренней грамоте дурами фасоль оси поэтому использование определенных цветовых решений в определенные дни и определенных частотных решений в определенные существенно повышает ваш жизненный потенциал а повысить вибрации невозможно можно нас сделать насыщенными все семь видов вибрации чтобы вы не отдавали свою энергию как сделать так чтобы вы не отдавали энергию перестать беспокоиться по любому поводу перестать находиться в состоянии страха полюбить себя полюбить окружающих это не значит что вы должны биться в десна с каждым прохожим который при этом хочет вас поймите нет это совсем не обязательно просто смотрите внимательно на все что происходит эта игра вы участник этой игры творец использует окружающее пространство и окружающие элементы для того чтобы играть с вами и внутри вас также творец который смотрит через ваши глаза она играет сама с собой через свое воплощение но если вы хороший игрок вы очень внимательный аватар и у вас есть ум если ум используется как вторичный инструмент посредством для исполнения воли творца посредством запросов полученных интуитивно или через гения то все всегда случается хорошо и грамотно и прекрасно и никаких проблем не случается у человека вообще в этом случае начинает отсутствовать какие бы то ни было проблемы но индивидуум при этом перестает за что-либо держаться потому что управлять индивидуумом всегда можно через то что за что он цепляется что ему ценно за что он переживает поэтому если вы перестаете каким бы то ни было образом переживать готовы умереть в любой момент и готовы позволить умереть всем другим в любой момент вас не за что цеплять поэтому с вами перестают происходить какие бы то ни было неприятные вещи поэтому и живете вы ровно столько сколько нужно мы не можем жить ни меньше ни больше у нас есть четкое время входа в эту жизнь четкое время выхода из этой жизни извините говорят но у вас глаза сумасшедшего человека позаботьтесь об этом ну а как вы думаете безусловно я для вас сумасшедший дорогой друг по-другому же и быть может для умного человека вообще тут сообщества психов наш автобус в определенном смысле который мы мычимся через тернии к звездам наполним для современного обычного социума теми кого обычный социум идентифицирует как псих поэтому ничего особенного в этом деле нет вы умный и расчетливый человек с логическими способностями вам не место среди таких психов как мы тут поэтому отписывайтесь скорее не заходить сюда больше вдруг вы заразитесь вот этим страшным вирусом жутким называется вирус разумности и что тогда будет тогда произойдет крах вашей социальной ячейки перестанут понимать вас родные и близкие они будут говорить что вы очень плохой человек поэтому будьте осторожны лучше отписывайтесь сразу и уходите отсюда бегом бегите отсюда куда глаза глядят тогда сможете остаться спящим и дальше никаких сложностей с основной массой говорить вообще не о чем абсолютно верно их надо просто блокировать и все и не тратить время абсолютно никакого времени не тратить на пожирателей чужого времени понимаете я раньше думал как то может быть кто-то услышит может быть очнется нет у них задача не такая у них нет задачи услышать что-то у них нет задачи понять говоришь уже подбираешь такие слова чтобы ребенка не обидеть этими словами то есть подбираешь такие чтобы вот не показались они ему оскорбительными нет все равно а говнище начинает просто фонтанировать поэтому лучше сразу вот уже чувствуешь сразу в лепрозоре на передержку и не тратить самое главное не тратить на это время кому надо тут культурно задаст вопрос и всегда получит ответ что мне нравится идите своей дороге идите мимо вы пришли на тот путь которым идет моя физическая оболочка это мой путь на этом пути есть еще много других кто с радостью идет у них такие же мировоззрения мы идем все вместе вот у нас есть автобус вдруг в него заходит кто-то и говорит вы чё говорит тут все дебилы горит собрались говорит тупые говорит вы от ума горит надо действовать зашел говорит и и тут давай все горит вон из автобуса я горит на горит разочек говорит своим материализмом так чтобы вы тупые бараны задохнули здесь да а то говорит идеализм тут развели какой-то фантастический сейчас говорит я поднатужусь сегодня свинитки с водочкой хряпнул дыхайте нет для такого мы остановим автобус прямо на млечном пути откроем двери и добро пожаловать отсюда желательно без пинка под зад но иногда приходится и так дорогие друзья я приехал в глобалистический магазин на радость тем кто пишет что вы говорит владимир тоже там что-то покупаете а деньгами то пользуетесь нет чтобы сидеть с голой жопой на своей горе и так сказать дудить в дудочку и пастись как зайчик чтобы травку там вот где-то чайные листочки обгладывать что говорит в эту а пропагандируете говорит здоровый образ жизни сами говорит там и чтобы глобалисты они вот такие типа плохие и что вот там все вот так вот а сами там ходите и какие-то органические продукты там где-то что-то выискиваете да да мои хорошие все очень просто быть свободным это значит не зависит не впадать в зависимость от системы но ничего не мешает этой системой пользоваться понимаете то есть идиот он отвергает все сразу ему просто нужно необходимо все сразу отвергнуть он не понимает что можно выйти из стройной колонны где марширует если вы выходите из этой колонны за заборчик то вы можете пользоваться всем тем чем считаете нужным это называется сталкинг поэтому берите и пользуйтесь но если вы не понимаете как этим пользоваться и говорите я отвергаю все я все отвергаю немедленно как жириновский отвергайте мои хорошие отвергайте потом будете вытаскивать из своих анальных отверстий большие такие глыбы глыбы понимания того что туда закатилась пока вы визжали с пеной у рта что-то отрицаю вам туда как раз и закатила социальная система все что надо поэтому все все в жизни происходит достаточно весело если открываете сверху у вас открывается и снизу и пока вы заняты чем-то наверху снизу тоже разные события происходят там вежливый лось может к вам прийти искать добрый вечер да и пока вы там заняты вы не заметите как с вами там бильярд сыграет вот и все за сим дорогие друзья пойду схожу глобалистам посмотрю чего у них там не отравленного есть там есть несколько позиций во всем магазине а то что можно покупать не отравленного вот пойду смотрю всех вас целую дорогие друзья я вас обнимаю поэтому ну прежде чем вот написать ну подумайте нужно ли кого-то в чем-то обвинять ну зачем может быть потратить это время на собственную оценку на том чтобы покопаться внутри себя посмотреть за какие крючки еще можно подергать чтобы вас вывести из себя и что если вас достаточно сказать вам что рабы ссср название ролика и если вам этого достаточно для того чтобы уже стартовать так сказать со своего горшка как шаттл в космос потому что говнище так и прет со всех д но это говорит о том что друзья мои пора задуматься если вас так просто вывести из себя если достаточно показать вам средний палец или фигу или скажу вас это дурак и вас уже колбасит и хороводит по полной программе это говорит о том что что что-то что-то надо менять просто что-то надо менять потому что иначе вас будут иметь таким способом каждый день а вы будете думать о том что вы такой праведник и сражаетесь со всем миром на самом деле сзади вежливый лось просто вот вас имеет ежедневно и этот лось конечно высасывает из вас гавах засим дорогие друзья никого ничем не кормите вам ваша энергия самим пригодится до новых встреч дорогие друзья пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание спасибо 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 спасибо